приветствую всех зрителей моего канала это 12 часть видео прохождения игры fallout один с половиной resurrection на максимальном уровне сложности игры и боя без смертей то есть без загрузок в прошлом видео мы выяснили что украденного ребенка шерифа уже вывезли из это мы не успели перехватить бандитов и в этом видео отправимся мы на поиски украденного ребенка в альбукерке из записки мы узнали что был заказан личный караван допросили владельцев караванов и узнали что караваны с эдита действительно отправили личный караван в котором скорее всего бандиты и увезли ребенка единственное нужно нам растратить вечно я забываю как добиться от подойти поближе чтобы нас пропустили нужно нами стратить трофеи которые мы получили так как что-то мне подсказывает ах да путешествовать в альбукерке мы будем с караваном причем обязательно с красным караваном там платят больше и я так понимаю враги нападают пожирнее поэтому нам нужно свободное место в инвентаре ну и вообще в сэдите наиболее лучшие торговцы на данный момент я имею ввиду книги и наркотики кстати не факт что мы сейчас будем тратить свои ресурсы на книги дело в том что еще в сэдите есть мастер оружейный который может сделать улучшение нашего оружия правда дорого берет а именно может улучшить создать точнее зарядного устройства для магнума и сделать обрез вот обрез мне кстати интересен но с другой стороны смысла никакого нет у кэри всего лишь 8 д поэтому нет никого смысла ей делать этот обрез то что он будет требовать меньше воды не поможет ли делать до выстрела и в принципе мы тоже не можем делать два выстрела пока не взяли перк уменьшения на единицу д использование оружия то есть скорострельность или как он там называется поэтому не факт что стоит нам заниматься улучшением оружия тем более что-то не подсказывает что мы и так найдем со временем этот самый обрез пистолет 223 калибра так что наверно со спокойной душой мы отправимся продавать пистолеты и покупать наркотики или книги принципе мы все можем продать и даже я думаю если книг нету нужно перевести все в крышечке насколько я понимаю в альбекерке находится доктор который может делать операцию первая операция которая нам нужна это конечно же интеллект чтобы мы получали на два очка навыков больше но правда это всего лишь 20 очков навыка если мы прямо сейчас сделаем это первый момент а второй момент что я не уверен что буду операцию дело дело в том что я хотел бы полностью завершить все квесты с дети и поэтому придется нам сначала с караваном добраться до седита там там найти ребенка шерифа и привести его назад с этим же караваном а караван ждет на всего лишь один день потому что пешком с ребенком шерифа мне кажется рискованно будет отправляться так как если нас встретят то скорее всего ребенка положит если кто-то из врагов решит него выстрелить хотя бы один раз с караваном как бы шанса больше как увидели враги стреляют по коровам и по караванщикам даже чаще чем по нам поэтому больше шансов что мы сына шерифа дотащим таки до седита ну и давайте раз книги все же есть забирать книги кстати вот первой помощи книги нас уже принципе не интересует обратите внимание так мне кажется хватит одной бутылки спиртного если кто-то в диалоге попросит выпить если нет можно всегда у бармена докупить так таская собой этот кастет в надежде что мне поможет сэкономить патроны но что-то мне кажется смысла в этом нет так а что тебе продать чего у меня и так много даже не знаю ну как то так так сейчас буду забирать все что плохо лежит в инвентаре у кэри пора освобождать наши инвентарь и не знаю не знаю как я и говорю в очередь из пяти патронов очень хорошая из этой винтовки наверное я еще собой поношу и я просто надеюсь что когда я возьму первых снайпер и с моей удачей то мы будем очень крутой урон наносить стреляя чередями так да всю эту мелочь пузатую можно продавать кстати можно уже и нож продать скоро мы получим получший нож ладно избавляйся от брони все короче продаем записка уже не нужно хотя пока поношу с собой гранаты я не знаю в этой игре будут ли у нас встречаться роботы по-настоящему хороши не только против робота так хватит две дозы противоядия а подождите я зря растратил деньги ну ладно я все равно вернусь цели тогда и решим что нам делать с этим вопросом я имею ввиду что нам нужно выкупить у торговца все эти странные товары там резиновые женщины картины так как создатели этого мода сделали их потребность во время случайных встреч специальных случайных встреч то есть если вы имеете с собой эти вещи то можно всякие ништяки получить или создать к сожалению всех рецептов я не помню но на всякий случай мы поносим с собой эти вещи немного позднее так так что в этот раз я все-таки отправлюсь без всех этих специальных товаров так и мне могут пригодиться еще книги по натурализму чтобы спасаться от нежелательных встреч в основном нежелательными встречами являются всего пару монет не хватает являются встречи с мертвяками они очень сильно вооружены и к примеру если меня прижмут и я буду сыном шерифа то желательно отказаться от этой встречи чтобы нам не убили сын к давайте посмотрим какого числа выдвигается караван 3 из 17 какое сегодня число 11 ну вот мне кажется как раз книжки почитаем так наркотики принимайте все таки не буду пока что будущем конечно придется этим заняться так как уже книги дают слабую прибавку характеристикам ну вот кстати можем посмотреть наука 67 просто нужно быть конечно намного более богатым чтобы читать книги зависящие от интеллекта по два психа на книгу нужно это дорогое удовольствие 73 было 67 по 3 процента уже дает книга очень немного ну что поделаешь так 11 октября придется отправляться в пещеру дело в том что если бегать по карте можно щелкнуть немного немного дальше чем нужно и пройдет больше времени не хочется мне потом опять же долго и нужно перематывать время чтобы дождаться следующего по графику отправления каравана то есть если сейчас 13 я пропущу придется мотать уже до 3 поэтому лучше добрым старым способом благодаря пип бою надо спаться главное нам конечно выдержать бой точнее не нам выдержать мне кажется больше риск у кэри нам ее убьют так как бы готова 13 октября и напрашиваемся в охранники каравана вообще очень хорошо с караванами путешествовать и деньги и трофеи и опыт кстати кстати да насчет опыта я же получу сейчас уровень и возьму живчика как я вам рассказывал не буду брать живчиков на 12-15 то есть возьму один раз живчика конечно жизни будет поменьше но так как здесь примерно двадцать один двадцать четыре уровня как первом фоллауте набирается ну можно конечно насильно набирать в пустоши но не хочется этим заниматься много то есть если прижмет то конечно придется это сделать чтобы билд раскрыть поэтому я сократил список нужных мне перков и отказался от одного живчика герой будет менее жирный но зато быстрее войдет в силу так не понял я перепутал 3 17 да да я до 13 распал все я понял извиняюсь жалко потерянного времени конечно ну что поделать вывертый сознание 3 и 17 я взял и подменил цифры смешал их и в голове почему-то отложилась цифра 13 жалко что это конечно не стрим я буду я думаю мне бы в чате все подсказали но как я и говорил стрим требует очень много свободного времени который у меня очень мало наверное единственное чем я жалею что было у меня в юности это свободное время которое сейчас нет ну и мощный пк для этого нужен тоже я таким не владею на данный момент так 14 15 16 и 17 так надеюсь на этот раз я не ошибся так не непонятно почему создатели этой игры фанаты чехи а где ты так не любят вот он я уже испугался что произошел куда глюк курсор есть а героя нету и фанаты чехи не дали возможности спать в пределах города вот смотрите есть одна единственная область подходящая для сна очень неудобно даже книжку ввели чтобы время перематывали в городе но опять же книга не восстанавливает здоровье и силы поэтому спорный момент сон она по-настоящему не заменяет ну что ж вольбу кирк ого интересно посмотрите какие враги нам встретились уже в силовой броне опять же это гули так если мы с ними справимся то я так понимаю получим немало так ладно жалеть не буду получим немало трофеев причем неплохих трофеев так нам надо разбежаться скорее в разные стороны так это уже плохо это уже плохо в таком случае беду упор в принципе да если а вот еще и прикроюсь им чтобы очереди в него попадали так он силовой броне поэтому нет смысла стрелять куда-то кроме глаз молодец керри хотя другой стороны наверно получил очень большой урон потому и отступает о все враг уже драться не хочет и враги заинтересовались мной все мы выживем все бы хорошо единственно от этого гада я не хочу отпустить раз ты такой крутой может ли мне что-то подаришь и надо смещаться в бок чтобы стреляя чередями по мне враги случайно не задели керри так как если она уступает так вот это мне не нравится врага так я не понял да ограниченная зона так что скорее всего он убежит или же мне нужно полечиться и отступить чтобы у него пропало желание отбегать опасная штука эти очереди конечно так убегаю молодец керри прячься прячься и очень прошу не убегай больше гуль силовой броне остановись ох отлично прикрылся я одним из гулей только не ругаться ладно еще отбегу добейте его я вас прошу да не набегайте в это он убежит хотя вполне возможно он отбегает только от меня да наверное так и есть убей посмотрите что происходит сколько я уже раз промазал бывает такое целенаправленно набегают караванщики на гуля в силовой броне я не понял что за а нет удар на единичку это просто сбил с ног нет у него никакого силового костета я уже испугался наконец-то нога торчит торчит все все будет нормально так можно даже бежать чтобы меньше по мне враги попадали я имею ввиду хотя у них уже патронов нет они перешли на рукопашку ну сейчас мы будем наказывать у нас для битв в ближнем бою есть такая штука как магнум ох хорошо кстати как и как и говорил гули очень приятны в плане трофеев и в плане их выбивать из них дело в том что они совершенно не имеют брони поэтому то что они хорошо вооружены уравнивается тем что их легко убивать ну конечно если вот они не в силовой броне силовая броня это конечно жесть на таком равном уровне ты силовым кулаком хорошо что я тебе так хорошо ранил в глаза иначе я мог бы отхватить я вам открою секрет вне видео я уже побегу точно такой же мне патруль встречал и этот гаденыш силой брони был вооружен лазерной винтовкой а что особо приятно невзирая на то что нам рассказывала кэри о том каким вооружем владеет она использует лазерную винтовку хотя смысла в ней нет для керри потому что пока кожаная броня это неважно когда появится металлическая броня то лучше конечно быть не с лазерной винтовкой а где мой уровень 400 очков еще прошлое видео я ошибся мне не пару сотен очков было больше нужно до уровня так керри 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 где ты вообще жива 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 давай мы тебе подкинем кстати вот 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 пусть она возьмет снайперский пистолет поздняя снайперскую винтовку хотя вы знаете 14 калибр тоже круто ну ладно что захочет то возьмет что посчитает круче кстати мне кажется я зря передаю все вещи да снайперскую винтовку она считает наиболее лучшим оружием зря передаю все вещи потому что я же в альбукерке должен буду торговать так ну что ж нам нужно вылечиться и нам нужно отойти от психа я правда не помню чтобы в этой игре один караван два раза подряд встречали враги но чем черт не шутит поэтому нужно быть в хорошей форме чтобы в крайнем случае при повторной битве опять можно было принять психа и не иметь пониженных параметров как видите враги уже страшные и это меня наводит на мысль что нам нужна броня нам нужна броня лучше а кстати когда вне видео враг был с лазерной винтовкой очень прикольно получилось я же в металлической броне поэтому психа меня от энергетического оружия не защищает а защищает от обычного а от лазерного очень хорошо защищает металлическая броня кто играл тот помнит сейчас покажу посмотрите лазерная винтовка если из нее стрелять по металлической броне сопротивление 75 почти максимум ну лучше только тесла и силовая по моему даже боевая броня не выделяется в этом плане не сильно отличается от металлической имею ввиду так личей я хотел бы уровень получить вообще есть смысл пытаться а 300 по 56 раз нет я не получу уровень но керри тоже нужно вылечить так пришла пора использовать первую помощь которую мы с помощью книг прокачали очень нехило хотя посмотрите там под 50 процентов и все равно у нас не получается лечение каждый раз это плохо так вы слишком устали хорошо ну естественно нужно добиться излечения кэри полностью не дай бог если еще один бой то конечно будет опасной кстати урон она получила от штурмов винтовки к 112 в районе я так понимаю семидесяти раз не оставалось 30 жизней а всего там около 100 у нее понятно ну здорово ты уже еще нет иначе была бы надпись что керри не нуждается в лечении так мы можем и уровень получить так и есть так что у тебя там со здоровьем ну ну давай когда ты уже будешь здорово ну покажи свои параметры все 101 хитпоинт прекрасно так ну и беру я живчиком на 12 уровне в идеале конечно нужно брать живчика на двенадцатом и пятнадцатом в моде restoration project так как можно перки откладывать и копить я не буду проверять можно ли это сделать тут скорее всего нет то там можно даже взять два перка то есть пер который получил на девятом уровне подержать его до 12 и сразу же два перка выжить в живчик в таком случае будет максимальный бонус жизни от этих перков здесь же я беру на 12 а на 15 буду уже брать пока кстати я не могу его взять снижение количества ходов на выстрел так мне нужен только не живчик а источник жизни вот источник жизни посмотрите я щас получу за уровень 8 жизни то есть вот у меня 73 стала с уровнем еще плюс 4 получу за источник жизни раз 77 видите все красота продолжаем путешествовать и у нас скорее всего скорее всего конечная точка альбукерки до пришли мы все что нам ты можешь рассказать об альбукерки я уже читал раз я здесь уже был мы можем еще раз поговорить и вот я говорю я пойду с вами с этим но сперва немного смотрю здесь и вот нужно постараться не перематывать время то есть хочу повыполнять квесты и при этом чтобы не прошел день чтобы с этим же караваном вернуться давайте начнем сначала выполнять задание которое легко выполняется вот пожалуйста стоит какой-то неприкаянный мужчина спросим что он хочет точнее чем мы можем помочь ну чем дело что тебе надо я не при делах да ну а чего ж ты такой дерганый я не твое дело он нервно оглядывается на лагерь дикарей вали отсюда а может и свалю дикарям наверняка будет интересно узнать что кто-то шныряет вокруг их селения нет стой мне просто надо дать там кое-кому одну вещь вот и все кому эли моей девушки бывшей точнее я ее бросил потому что испугался если вы если бы наши узнали что я люблю дикарку то меня бы прогнали в пустошь он вздыхает но теперь мне на них плевать я буду с ней даже купил сережку у альвариза он показывает вам серьгу извинюсь и подарю ромео и джульетта разлива пустоши разные классы и это мешает им быть там была семейная вражда здесь просто по происхождению них разница ясно а почему ты тут топчешься мне к ней не подобраться дикари меня не пускают городские ведь с ними не очень ладят вот они на мне и отбываются не знаю что делать могу тебе помочь исходить поговорить цели правда ну тогда вот отнеси ей сережку или сейчас наверняка в каком-нибудь шатре скажи от бена и еще скажи что я дурак и хочу все исправить хочу сбежать с ней из альбукирки куда-нибудь далеко далеко где мы сможем быть вместе если она согласится то пусть приходит наше тайное место я буду ждать ее там ну а вот этот рай шалаше в такой жестокой реальности пустоши мне кажется конечно закончится плохо хотя дикарка наверно спасет ситуацию женщина прагматичная и знает как выживать в этих условиях а вот городской тип конечно не приспособлен к такой жизни интересно что она на это скажет лучше здесь здесь скоро вернусь с ответом я уже знаю где она бежим напрямую к ней лицо этой девушки все мокрое от слез она тихонько хнычит она замечает вас на тут же отводит взгляд похоже сейчас она ни с кем не хочет говорить ты должно быть элли она перестает плакать и глядит на вас чужак знает мое имя чего он хочет меня прислал бен он же он жалеет о том что сделал и просит тебя прощения а еще вот вы даете ей сережку или просит его или простит его она улыбается но что случилось раньше он говорил что ничего не поделать городские против нашей любви ему на них уже наплевать он хочет сбежать из альбукирка вместе с тобой если ты согласишься согласишься сбежать но или готова она так любит бена что хочет быть ним где он ну видите хотя бы в игре есть жертвенной женщины в наше время с этим уже тяжелее очень уже не меркантильные мужчина должен соответствовать тихнем высоким требованиям обычно хотя и сейчас можно найти жемчужины главное искать жди его в своем тайном в своем тайном месте он встретит тебя там так беги беги а где мои где мои кармы опыт и где это все а я должен отчитаться я понял ну как поговорил сели она даст тебе второй шанс хоть его не просли я я так тебе благодарен ты просто не представляешь по гроб жизни обязан все я пойду не хочу чтобы я лишь дала прощать удачи вам обоим так пятьсоточку опыта и карма и посмотрите главный бонус позитивного персонажа ну кстати их по моему два там есть возможность с большой харизмой взять получение перков не через три через два уровня хотя там до 24 уровня вы получите в игру всего лишь в один перк так что ничего особенного ну а главное вот если у вас хороший показатель харизмы то сейчас этот шаман узнает об этом и нам как хорошему человеку сумеет поднять удачу я надеюсь так это и произойдет старик вас не замечает его взгляд устремлен в пустоту он бормочет себе под мост что-то несвязанное похоже он не в себе привет ты кто он перестает бормотать и переводит на вас свой взгляд чужеземец заглянул к шаману руа он помешал его общению с духом предков чего он хочет ты можешь общаться с мертвыми с мертвыми что они говорят он нахмуривается говорит с предками не просто руа может их руа нужны их кости он должен правильно смешать травы и приготовиться к беседе не просто да но без этого нельзя если бы предки не вели нас то наше племя давно позабыло бы свои традиции и руа бы больше не смог никому помочь традиции расскажи о них у племени руа много старых и мудрых традиций но многие из них чужаку будут непонятны пусть знает что традиции велят нам быть осмотрительными остерегаться чужеземцев еще они запрещают нам отношения с городскими поэтому пусть чужак держится подальше от мужчин и женщин племени не волнуйся я буду держаться от них подальше ты говорил предки тебе помогают предки дают руа силы они помогают ему лечить раны заглядывать людям души он перестает говорить и заглядывать вам прямо в глаза если чужеземец даст руа свою руку то руа сможет загнуть его душу ну ладно дать ему свою руку шаман какое-то время смотрит на вашу ладон шепчет непонятные слова а затем вдруг достает нож и делает порез на вашем запястье смотреть что будет дальше порез кровоточить руа быстрым движением подставляет под вашу руку деревянную миску и ждет пока она наполнится кровью он подносит миску к свету и какое-то время смотрит на отражение а затем отпевает немного крови наконец он обращается к вам руа видеть что чужеземец хороший человек он совершил много добрых поступков предки улыбаются им спасибо наверное ну и посмотрите ваша удача увеличилась на один только ради этого стоит играть позитивным персонажем и карпеть над коллекционированием кармы посмотрите по крайней мере при защитнике вы уже можете получить эту удачу ну и в таком варианте как только я получу снайпер в принципе я смогу и очередями здесь наносить солидный урон особенно в свете того что здесь есть винтовка браунинга с 14 миллиметровыми патронами которые мерируют 50 процентов сопротивления урона это будет очень круто то есть даже без того что я героя прокачиваю не как пулеметчика ковбоя как снайпера то есть я не буду медва перка плюс 2 на урон в сумме 4 я думаю урон все равно будет гигантский поэтому можно будет не очередями пострелять но мы все это проверим прекрасно удачу мы получили здесь получили и пришла пора провернуть пару трюков ну основное для чего мы сюда пришли это кстати кстати я здесь подумал почему бы и нет я думаю время не теряется при перемещении между городами поэтому давайте я сбегаю к одному торговцу ну ладно я пока не буду брать вещи возьму уже перед торговцам вроде бы мы набрали много оружия и у нас должно это получиться побежали дело в том что у торговца который есть в льбу кирке может продаваться боевая броня а нас ждет ждет сегодня забойная битва действительно тяжелая битва очень много врагов очень много с огнестрелом много рукопашник который будет постоянно сбивать с ног поэтому конечно желательно быть как можно более сильнее одна проблема кири не берет брони металлической а ее броня уже сильно уж устарела для этого этапа игры но что поделаешь так приветствую что-нибудь присмотрел я продаю оружие всех сортов а тебе дружище не помешает хорошая пушка хе-хе-хе его смех звучит подавлен и неуютно хитрым о чем ты говоришь полегче меня зовут чак это мой магазин все что тут происходит остается между нами хе-хе-хе мы живем в опасном мире в опасное время человеку нужно хорошее оружие чтобы защитить имущество это я и предлагаю средства самозащиты ну давай покажи что у тебя есть и смотрим повезло ли мне с броневой наверное нет потому что вот такой штук я не видел тяжелый гранатомет вот кстати не только игра браунинга я уже показывал она была в карате есть 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 броня сколько хочешь 14000 кажется я не смогу купить пока не проведу бой а хотя у меня есть пистолет но с другой стороны его не хотел бы продавать но если прижмет продам дело в том что да возьму его дело в том что как только я а это будет не скоро я хотел сказать как я получу перк уменьшение количества о д на выстрел то то я смогу им стрелять два раза в глаз и вот это вот его проникающая особенность минус 50 сопротивление урону у врага будет очень кстати потому что не всегда выпадают при стрельбе в глаз игнорирование грани брони зато всегда есть урон кратность урона там умножить на 4 поэтому база урона которая прошла сквозь броню нужно как можно выше тогда если еще может на 4 но вы понимаете урон будет намного солиднее так ладно зачем ты мне нужен так а я я я я я 14000 я конечно могу дать деньги а потом их как бы вы менять назад если не конечно не пропадут ладно нет не получится не получится значит сначала проведем бой потом идем сюда торговать пошли керри жаль жаль конечно вот если у вас есть деньги и трофеи то делайте именно такой последовательности сначала броня потом битва хотя разница не очень-то и велика дело в том что я все равно приму психа а под психом вы конечно понимаете что главный параметр сопротивление урону нас будет максимально 90 процентов но у нас еще и перказмас есть то есть все равно чтобы силовой броне но вот этот вот параметр предел урона конечно же поменьше с металлической броней чем с боевой броней так ну что ж давайте поговорим добро пожаловать лавку альвареса скиталец в мою лавку я ведь альварес торгую со всеми с пришлыми с местными с караванами все что видишь тут можно купить у меня есть вопросы о городе продается все даже информация платишь 300 крышек и я в любой момент расскажу тебе все что знаю об этом городе ко мне много людей приходит слухов я знаю порядком этот того стоит поверь мы не будем жадничать чтобы я потом не собирал информацию о городе все же вам интересно да и мне все слухи и сплетни этого города ладно держи дать ему 300 крыш кто управляет городом случае считается альбукерке принадлежит империи но на деле тут заправляют охотники на бутантов расскажи мне о империи если еще не знаешь здесь под городом убежище 16 потомки тамошних жителей основали империю но на нас то им плевать они сидят в этом своем городе империи и в уст не дует хотя и прям какой им до нас дело у них ведь все есть расскажи об охотниках они не давидят мутантов мечтает вырезать их до последнего они как-то подписались один лукавый договор с империей теперь альбукерке от мутантов защищает он наклоняется к вам и приходит на шепот лучше держись от них подальше не выделяйся выбесишь охотника тебя пристрелить и глаза мне моргнуть и пофигу мутанты или нет так расскажи мне об этом квартале в пустошах бушуют мертвяки уничтожает все что видят тут пригороде большинство жителей выжившие после их нападений мы все здесь из разных городов но стараемся держаться вместе ведь кроме нас тут живут еще и совершенно различные сорта человеческого мусора со всех пустошей а дикарей до всяких воров и убийц так расскажи мне о людях из городов жуть у мертвяки уже на крупные города зарятся альбукерке последнее селение в округе что еще не пало это только благодаря охотникам а мы тут все из разных мест но спасибо уильяму держимся вместе расскажи побольше о уильяме уильям рядом живет двухэтажном доме его люди защищают нас по крайней мере пытается он так оберегает свои вложения у него ведь договор с караванщиками садиты караваны оттуда приходят до доверху набитый да и местным местные могут подзаработать разгружая загружая повозки уильям сказочно богат он на многое готов скажи мне дикарях дебилы с копьями я иногда у них шкуры покупаю которые те на охоте добывают только это и могут кстати действительно если тут выполнить квест нас научат снимать шкуры с гекконов дикари но по моему ее выполнять нельзя произойдет перемотка времени и караван покинет альбукерке из сэдита так говоришь здесь много преступников расскажи есть тут паренек один зовут шип сколотил себе банду из бывших рейдеров и прочего отребия они то грабят местных то вымогают у них деньги за крышу даже вильяму пока что не удалось их разогнать понимаешь насколько они опасны где мне искать этого шипа шип со своим отморозками засел в руинах на северных окраинах простые люди туда не заходят шип то может зарезать если на него не так посмотришь впрочем так говорят а на деле никто не проверял ну все а здесь можно найти работу х тебе повезло вильям просил всех кто ищет работу отсылать прямо к нему хотя что у него за работа будет я не знаю а еще работа тут есть поговорить с вождем дикарей если не брезгуешь с таким общаться я иногда с ними торгую они обмолвали что у них недавно пропали охотники я бы сказал что их пустоши забрали но дикари так не считает да наверняка винят в этом злых духов а еще работа тут есть можешь попадать удачу в госпитале что мертвом квартале врачом тебя вряд ли возьмут но вот наемную охрану там еще наверняка людей набирают а еще работа есть трудно сказать можешь спросить у кэтрин каждый раз когда я ее вижу у меня появляется чувство будто ее что-то тревожит возможно у тебя получится ей помочь она живет соседнем доме но даже если тебя выйдет ее раз говорить на большую награду не рассчитывая она не из богатых так ну и все больше по работе он не знает все выжили из нее все что можно как видите до 300 крышек мы получили полный расклад что очень круто с кэтрин не стоит разговаривать потому что пока что она нам не даст задания мы не готовы а вот видимо можно поговорить хотя нет давайте все по порядку я вам покажу как мы помним управляющий караванами следит рассказал что один человек который нанимал караван останется ждать его на караванной площадке в альбукерке вот этот человек и сейчас у нас и нам из него надо выбить информацию где же сын шерифа куда не выдели я уже конечно в курсе что и как дело в том что сейчас если будешь не общаться то там будет два варианта добиться информации и один вариант не работает один вариант не добиваться информация просто убить но мы будем именно как в реальности пытаться выжать информацию чтобы понять куда идти они вслепую искать сына шерифа и вот для этого дела нам придется принять buff out я его в любом случае приму он мне пригодится хотя вот это я конечно поспешил дело в том что когда я отправлюсь караваном то я буду уже подломкой но в таком случае может мы без каравана будем все делать ладно а теперь показываю зачем мы приняли бофа приняли мы его конечно же ради повышения силы сила 10 и вот говорим с этим караванщиком я ищу человека который пытался нанять частный караван караванах сэдита не так давно это был я я хорошо знаю что сын шерифа среди это был в той повозке говори где он ты слишком много знаешь много знаешь плохо спишь да я тебе помогу с этим и вот посмотрите здесь какие варианты есть вариант платить деньги причем он запросит аж три тысячи он расскажет где сын шерифа есть варианты угрожать но если у вас малый параметр силы он как раз у меня такой то он вас не испугает вот именно для этого я принял buff out чтобы бесплатно выбить из него нужную нам информацию я буду быстрее поверь мне дружище но я не собираюсь убивать тебя просто просто доставлю тебя карпет карпентеру и ты сам поймешь насколько он сбешен он будет рад рад выместить свой гнев на ком-нибудь как тебе такое и успокойся я разумный человек у шипа есть мальчик много людей из пригорода работают на него включая меня он живет большом заброшенном здании там мальчик должен быть запер где-то подвале смотри даже не больно единственная проблема что он убегает после этого разговора конечно хотелось бы его наказать так караванщики не ушли прекрасно и вот после этого можем пойти поговорить что же за работу хочет у вильям нам предложить старик уделенно смотрит на вас я тебя здесь раньше не видел а я знаю почти всех вокруг и кто ты говори меня зовут франклер я не задержусь городе я вильям думаю ты слышал обо мне раньше переселенцы держит меня за своего лидера но я к этому никогда не стремился будем просто считать что меня здесь уважает и у меня одного хватает крыши чтобы поддержать хоть какое-то спокойствие в этом районе он делает драматическую паузу как чего ты хочешь ну вот мы можем сослаться на альвареса альварес сказал что вы предлагаете работу в чем дело да он не соврал это довольно неприятная вещь не нужно чтобы вас чтобы босс местные банды был устранен его зовут шип он со своей бандой давно причиняет мне одни неприятности а в последнее время они похоже перешли все границы они начали мешать моему бизнесу и это должно закончиться единственный способ разрешить ситуацию убить шипа без его управления банда несомненно разбежится я как раз ищу кого-то кто смог бы это осуществить если оплата соответствующая я могу разобраться с этим я обычно щедро плачу не волнуйся об этом мне все равно как ты это сделаешь но у меня есть условия ты принесешь мне его голову это еще зачем послужит предупреждением я нас уже его на палку перед моим домом чтобы все могли видеть как мы здесь обращаемся с преступниками больше пригороде банд не будет я понимаю вильям я принесу вам голову сперва скажу кое-что пока ты еще здесь можешь прийти сюда в любое время но для твоего же блага на первый этаж не заходи там живут мои жены пени и дорин и я очень не люблю когда кто-то их беспокоит намек ясен у вас есть две жены как это получилось он хмурится это не твое дело прощай как скажете так но про жена не хочет распространяться что же его право хотя очень не там заинтересовало уже раз он так не хочет но как я понял если пойти выполнять задание шипа то он будет наоборот все задания давать против и вильяма по моему также закажет убить ну и там же наверно где-то будет задание связано с его женами или какая-то другая фракция мне кажется все таки наверно шип закажет убийство жен так я просто злину злую линию не проходил так немножко проверил все вы поняли нет смысла мне ее на нее тратить время а давайте посмотрим что продажи у альвареса по есть наркотики есть патроны гранаты но это все не интересно вот вот что интересно обязательно заберем и свои деньги надеюсь заберем так ну что ж как видите есть смысл нам убивать шипа не только по заданию вильяма а и ради того чтобы спасти ребенка и мы сделали все логично расследовали где ребенок узнали что штепа нужно убить и после этого взяли еще добавок задание раз все равно его убивать почему бы не сделать это за деньги так подожди здесь пока я не вернусь просто подожди здесь надеюсь она битву не вяжется сейчас будет тяжелая битва вот посмотрите в этом здании все до единого члены банды а вы как видите если происходит 3 то велик шанс получить не слабый такой урон поэтому конечно битва обещает быть сложной оставляйте подальше напарника я кстати не проверял это но насколько знаю по оригинального фоллаута даже если вы их оставили и они не вдалеке от битвы не будут вас прикрывать и в таком случае их могут убить ты он направляет нож вашу сторону я тебя не знаю ты чего делаешь и кто ты вообще черт возьми кто спрашивает шип вокруг тебя моя братва не говори о том что ты на меня что ты на моей территории так что давай говори кто ты твоей территории пригород и все его жители принадлежат мне и никто не сможет их у меня отобрать ну что насчет охотников у них может быть свое мнение на этот счет охотники плюет они заняты защитой всех людей я их не боюсь я был здесь до них я здесь пожил на этих улицах и заботился о себе сам мы можем защититься от мертвяков и без них а если кто-то недостаточно силен чтобы бороться за жизнь но это его проблемы он конечно сильно ошибается мертвяки его сметут особенно супер мутанты так ну и все в принципе работы я брать не буду я не уверен что я не получу понижение кармы ну и так как здесь создатели игры очень жестко относятся к выполнению параллельных квестов разных фракций то не буду рисковать хотя скорее всего мне просто до задания я его убью и задание стерется но зачем мне эти проверки с этим оригинальным фоллауте меня очень бесило вначале когда не пропатчили было много квестов которые зависали то есть или вы взяли квест который взаимоисключающий выполнили предыдущий то второй уже висел он не убирался из блокнота висел из пип боя висел невыполненным в детстве в юности мне это очень раздражало потому что мне хотелось идеального списка выполненных квестов так ходят слухи что ты похитил сына шерифа с эдита мне он нужен живым он принадлежит мне его цена только что выросла из-за тебя мне придется придушить всех участников похищения потому что у кого-то из них слишком длинный язык кем бы ты ни был несу свой нос мое дело и что ты собираешься делать понятно что он собираешься делать гопник местного разлива в реальности пустоши так что мы собираемся делать мы собираемся подождите разве то он вот он и желательно убивать естественно тех кто с огнестрелом и вот так в дверях становимся что сразу же отсекает некоторых рукопашников а может даже нам даст шанс может нам даже даст шанс что враги стреляя по нам попадут ой-ой-ой промазали после друзья вот то что промазали очень плохо ой-ой-ой-ой-ой-ой еще избили с ног а я я так мы можем и умереть посмотрите как опасно уже не факт что я сделал правильное решение что стал в дверях вполне возможно стоило отбежать правда далеко я бы не отбежал там а я могу отбежать там ждет меня моя напарница поэтому будем бежать в эту сторону да да отбегать лучше хотя бы рукопашники не будет сбивать и ходы мне тратить о там еще и с молотком один красавец так подождите пробежать могу могу в таком случае один выстрел и дальше продолжаем отбегать без повреждений где вот тяжело ранено ладно только глаза стрелять да и даже так мы не не добили врага вот так и будем бегать кайтить стоп-стоп-стоп-стоп не закрывайте мне проход бегуны и чертовы так что-то мне подсказывает что стоит отбегать на полные ходы а туда нельзя зайти вот где не помешала бы очередь или граната даже не знаю даже не знаю очень не хочу чтобы меня окружили все таки в дверях я хоть сдерживал а сейчас уже конечно так какое здесь самое правильное действие меня пугают эти вот рукопашники не мне будет постоянно сбивать и тратить мои ходы конечно можно уйти кстати так и сделать можно ладно давайте попробуем ты приступите тебе хватит выстрела в голову а вот что мы сделаем вот что мы сделали да и в таком случае они мне не смогут окружить да да и кстати можно вот сейчас опять стать дверях и все и они будут атаковать меня по одному единственное держит от молотком враг но мне кажется вот вот этот человек с молотком от него нужно избавиться да прекрасно теперь главное не убивать врага который закрыл проход дверях и сначала убить всех с огнестрельным оружием как видите битва очень опасно чем или были походовые игры в них спешить не нужно от рефлекса ваших ничего не зависит ох прит прошел поэтому аккуратненько подумайте и сделайте так как нужно то есть интеллект рулит над физическими данными потому что конечно если играть шутер то там вы можете быть семи пядей во лбу иметь хороший план стратегию тактику но проигрывать более молодым и одаренным от природы ах ты ж гад это молотком можешь бить через голову его часто тип уже опасен и мало с молотком враг и вот этот стреляющий потому что это стреляющий враг тоже на сбивает по моему него кстати 14 миллиметровый пистолет именно поэтому проходят такие жесткие криты от него нам нет вариантов от дверей желательно не отступать так как зажму так промазал отлично не сбил с ног так и пора избавиться от этого гаденыша следующим выстрелом будем убивать местного главаря гопников а нет по звуку в принципе может у него обычно 10-млитровый пистолет просто он везучий на крит ну все критическую массу врагов мы уже уменьшили поэтому я думаю оставшимся врагами справимся без особых проблем хотя как всегда я говорю все зависит от кстати видите выгодно принимать бафаут в войне во первых вы смогли угрозами запугать одного из членов банды который вам подсказал где находится он шерифа во вторых сейчас когда вас бьют рукопашники у вас высший шанс не упасть нога в нокдаун или нокаут хотя как вы видели это полностью нас не спасло прекрасно таки голова и вот почему я говорил что должен можно продать этот нож именной аналог ножа иисусика сына мордина да да и все-таки этого года был 400 мл пистолет именно поэтому меня так жестко пробивал ничего мы его наказали так я не понял же два трупа почему я или я уже выбрал 2 ага понял так нет молоток даже не спор ну ладно пока могу носить под бафаутом пусть будет кстати я не гляну по трупом нет другого трупа вот здесь есть отлично вот они трофеи так нам нужны чтобы прикупить боевую броню битва было опасно вы видели их посмотрите я вернул себе все наркотики которые потратил что действительно круто так и ни в коем случае не лечиться умением доктора чтобы караван не отправился хотя мы уже с караваном отправился следующем видео так и наверное продам всякую мелочь тяжелую все равно она мне нужно нести я буду оружие мы еще спустимся в подвал и там вторая часть бандитов нас ждет а можно кстати кое сразу сдать интересный момент такой так мы сейчас и сделаем так 160 монеток да можно крутой а подождите зачем мне эти монетки если я уже могу сразу же выкупить так нужно мне набор отмычек улучшенный даже отдадим еще куда мелочь продажу так патрону у меня полно не хватает в таком случае нужно сделать вот так и возьмем деньгами так ладно сдам квест сразу же кажется там из-за этого никаких багов не происходит а потом спущусь добьюсь врагу добью врагов что ты хочешь на этот раз шип мертв отдать ему голову он смотрит на голову и так ублюдок наконец мертв хорошая работа он дает вам 2500 крышек пора уже при груды вернуться к нормальной жизни ну или почти нормальный конечно берегите себя вильям так как так время не мотается нет караван на месте так и карму получили значит выбор мы сделали правильно ну что ж пора добивать только мне кажется здесь был еще один враг да вот он стоит ох не один и двое посмотрите даже пользуются метательными ножами гадина хорошо получилось благодаря высокому объятию развел ну еще и повезло на крит убийстве и пора мне поднять меткость все таки я хочу стрелять в упор из револьвера за выстрелы по 95 процентов меткости ох у нее звездочки метателя кстати очень очень нехилый урона не наносят я это заметил когда играл ну как нехилый он совершенно не сравним конечно с настоящим уроном от огнестрельного оружия но чувствительный напомню три звездочки может кинуть заход и ранение происходит кстати можно подумать хотя нет где ты столько этих звездочек накупишь я имел ввиду может благодаря звездочкам можно создать билд метателя потому что в обычных в оригинальных фоллаутах с этим проблемы были так заряды есть сейчас будет тяжелый бой хотя я не буду рисковать поэтому буду сражаться у лестницы этой то есть буду стрелять и убегать причем желательно делать это даже вот так даже делать вот так то есть не давать им убежать толпой здесь опять же есть враги с нехорошими огнестрельными видами оружия по моему тот же 400 миллиметровый пистолет и он сильно очень пробивает так подожди к он сильно очень пробивает нашу броню так кажется можно подпустить поближе дело в том что ранение было сильно в глаза вполне возможно враг один не будет бежать нет продолжает бежать этого служа ах так все закрыли линию стрельбы в таком случае только с отступанием по лестнице можно дальше сражаться иначе можно иначе можно доиграться окажется что здесь не опасно пару критов или собьют вас с ног и просто при столике невезения на этом ваш славный путь закончится именно против этого я в оригинальной игре брал два живчика и качался итоге у меня было уже по 400 жизней в таком случае конечно можно так не вступил ох вот он крит летел в таком случае можно конечно рисковать и надеяться что вас не заденут смысле и не пробьют то есть тяжело угадать ой нужно открывать первым потому что здесь так интересно сделали восприятие то вас выше но если не передавать никаких действий тут даже самый слепой враг все равно будет первым вас атаковать вот такой интересный нюанс так по-моему ты вооружен огнестрелом ну и самый опасный здесь вот этот вот враг с 14 миллиметровым пистолетом это конечно жесть не знаю кто из них это с ножом охотничьи винтовка даже не столь опасно так как враг почему-то не как бы это сказать не стреляет прицельно ну и давайте попробуем постоять а вот может быть он 14 метровым пистолетом ну давайте я думаю выдержим и урон просто чтобы показать насколько это опасно вот сейчас нам помогает наша выносливость нас ног бить тяжелее да все таки это вот этот гаденыш с этим пистолетом хотя кто его знает может сейчас вот а у нее не охотничьи винтовка у нее дробовик судя по звуку что такое не везет и как с ним бороться ну и понемногу видите ножами пробивают пробивают все же не защищает полностью даже психа ну а во время крита так вообще все поменяется так победа за нами хорошо что нам нужно что нам нужно ага вспомнил здесь обязательно не ошибиться нужно дело в том что если я сейчас пойду разговаривать с мальчиком то этот нехороший человек присоединившись к вам займет место керри и она не захочет с вами уже ходить скажешь у вас что у вас и так толпа а мальчика так просто не выкинешь из партии поэтому придется или жрать ментаты или оставить керри которая очень этого не любит как вы помните так боюсь я все а подождите тут же есть волшебный шифт я хотел сказать боюсь я не заберу все что здесь есть вот ключ кстати от клетки мальчика тогда есть один синий труп значит мы его еще не обобрали так действительно все забрал или все же где-то в этой мишанине что-то еще лежит кстати я не вижу все враги да я не вижу человека с бронебойным пистолетом почему кто меня пробивал и чем вполне возможно кстати пробивать и desert eagle а он кстати был так что вполне возможно это он и был да наверное так и есть благодаря полуоболочным патронам там такой урон получался все берем кэри назад тем более что пока она с нами торговца с нами торгует по более низким ценам так и надеюсь кстати мальчик присоединиться так всякую подождите подождите давайте посмотрю на сюрикены а ну да 616 ничего себе больше чем у заточенного копья сколько набросок 4 нет с меткостью конечно с очками они конечно переборщили было бы 3 вполне можно сделать билд метателя но и так урон у них конечно солидно но еще раз говорю их нужно очень много с собой носить и собирать после каждой битвы 430 монет это не такие дорогие ну да почти вся цена да почти вся цена это цена сюрикенов так побежали за броней пока я имею много сил чтобы все это носить и продавать сразу же а ну да два пистолет а это ее собственно нет нет один пистолет 14-миллиметровый был так 100 патронов тебе хватит а вот патроны 14 миллиметров я бы собирал потому что хочу я все-таки и перевести на ружье браунинга по-моему на чередями стреляет так как у нее 8 ходов она будет один выстрел естественно один выстрел немецкий но я вот смотрел она и снайперской витоке не стреляет прицельным выстрелом поэтому нужно скорее всего ее вооружить чем-то что стреляет очередями чтоб она наносила максимальный урон даже если есть риск что она будет попадать меня в принципе от этого риска можно пытаться увернуться так подожди я же могу точно вот есть труп синий забыл я прыгал волшебную клавишу подожди-ка вот руках нет не та рука а то то синий цвет пропал и тем не менее я да ничего не нашел хорошо ну с другой стороны я сбегаю туда-сюда когда вернусь трупы пропадут если не были какие-то вещи они останутся лежать на земле хотя я планирую после сэдита когда мы вернем сына шерифа отправиться все-таки в каратон ближе и там попроще город быстренько в нем выполнить все квесты а уже альбукерки заниматься попозже все-таки я так понял альбукерки это как ньюрина во втором фоллауте то есть второй город после сан-франциско по размерам и богатству дай мне эту штуку самое плохое что металлическую броню я не смогу передать по наследству керри это конечно неприятно это большой минус напарницы кстати здесь можно напарницу сменить вот только не знаю стоит ли потому что где-то вскоре я достану бы а кстати я сейчас проверили может делать боевую броню керри по моему может если может то будем стараться купить еще один экземпляр боевой брони и тогда перри патроны отдай и тогда перри будет более защищена так посмотрите все что мы заработали все ушло этого жадному барыги хорошая штука ладно будем еще возвращаться с караваном уверен нас атакует есть уже супер кувалда для тех кто любит сражаться в рукопашной так 622 что-то там в районе 500 и давайте испытаем будет ли керри одевать боевую броню это важно она не хочет металлическую и кожаную кроме своей куртки а про боевой она ничего не говорила кстати если нет то можно даже от нее избавиться да действительно на вообще не берет никакую броню кроме той что на ней так что можно будет подумать о том чтобы от нее избавиться хотя с другой стороны какой смысл я все но у нас ты а ну да настоящий битвах я ее не использую а битвы во время случайных встреч происходит внезапно поэтому я не могу в таких случаях ее оставить и не брать битву не рисковать кстати это не переборщили конечно создатели игры не дал возможности кэри менять броню так ой почти нет разницы хотя лазер точно до лазер хуже витер металлическая броня 75 процентов так что есть смысл подумать о сохранении этой брони если мы будем сражаться с врагами которые используют энергооружие но с другой стороны две брони носить это слишком жирно поэтому как она дешево стоит как дорого она продал эту броню так боевую я имею ввиду и патроны взять не принципе не нужны некие патроны но перебор сумме ну 400 миллиметровый я бы взял бы их нет да нет ну что ж тогда возьмем 223 калибра для снайперской винтовки хотя мне уже тяжеловато их носить если честно они еще тяжелые ну что ж немного мы прибарахлились забираем сыночка шерифа и я смотрю здесь уже время поджимает назад отправимся уже следующем видео потому что если не если а точно нас остановит разбойники наш караван то битва немного подзатянется да никто не имеет синего контура а вот еще один живой враг даже двое каких упустил я вроде нажимал битву блин еще и кэри не оставил ну ладно я надеюсь кэри выжить если нет я просто отступлю ну вот у кэри тоже снайперка в руках поэтому она конечно на дальних дистанциях тоже стреляет неплохо отлично как это я их упустил в принципе хорошо трофей можно будет у торговца забрать деньги мои ненужной крышечкой операция на интеллект стоит 30 тысяч денег на данный момент хотя опять же я сейчас буду ох 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 ты еще очередями стреляешь окажется все нормально ну а нет отступать нет нельзя потому что если керри сильно ранит мне нужно будет спасать подниматься по лестнице наверх так ну по звуку у тебя снг боли не еще и мазать к керри не мажет что-то мне кажется это баг посмотрите опять сгенерировался чудак включен что-то мне подсказывает если я сейчас побегу опять другой другую локацию карты здесь опять появится три врага но кто видео смотрит уже может проверить действительно ли я забился и если этот баг присутствует то конечно пользоваться я им не буду специально это уже будет слишком жирно а может не баг может они подстраховались что кто-то не забрал ключ ушел надолго вернулся хотя вроде бы вещи не пропадают пола фаллауте я во втором пропадает через какое-то время хотя кто его знает ну короче сделали специально восстановление бандита этого чтобы можно было получить ключ такие открыть двери сыном шерифа так можно попробовать статьи вскрыть почему бы нет может получен какие-то очки опыта и более у нас уже 80 вам не удалось вскрыли и очков получили очень мало значит сложность замка небольшая к сожалению так что ключ не обязательно ну в принципе если вы не прокачали лук не лук и злом то конечно выхода нет папа тебе покажет тише твой отец прислал меня я вытащу тебя отсюда он молча смотрит на вас пойдем со мной но тихо держись рядом да сэр да вот действительно ему ничего не мешает вам присоединиться ты главное чтобы кэри продолжал за нами бегать да именно в такой последовательный кэри оставлять нельзя потому что в таком случае вы не сможете вводить двух напарников если у вас как у меня харизма 2 напомню 2 харизма на одного напарника 2 очка харизма так давайте опять же расторгую все эти вещи которые я опять выбил так подождите не факт что здесь есть что покупать деньги той а есть от наркотики наркотики еще раз наркотики или хотели даже наркотики я трачу тоже много супер steam паков битвы жесткие происходят из этих модификаторов патронов которые уже работают особенно если это 400 миллиметровое оружие поэтому нужно аккуратнее так подождите не нужны уже бафаут я еще их один раз приму чтобы прокачать умение легкого оружия все мне нужно очень много психа очень много психа чтобы чтобы читать книги которые прокачивают умение зависящие от интеллекта да действительно скорее всего охота на броминов перематывает время виде караван никуда не ушел ну что ж что нам нужно нужно наверное еще полечиться потому что я забуду следующем видео и отправлюсь караваном в раненом состоянии причем нежелательно не доктором хотя они день стоят но я не знаю сколько там забирают часов сколько часов забирает использование умения доктора или первая помощь поэтому рисковать не будем ну что ж на этом я заканчиваю свое видео спасибо всем кто смотрит за мои прохождения подсказывайте ставьте лайки вам не тяжело мне приятно комментируйте а я с вами на сегодня прощаюсь и желаю вам традиционно всего хорошего пока